Спасибо. 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 У нас специализируется сотни имен. Это данные швейцарского банка, которые просочились в открытую печать. ТойMer,... … vine, эксперты швейцарских банков Если мы будем готовить других людей, вопреки тому, что требуют министерства, вот на одной из встреч по образованию мне сказали… А что мы можем сделать? от нас эта министерство образования требует вот таких отчетов. А вы не подчиняйтесь, коллеги, напишите отчет, а учите другому. И мы, по-моему, в основном так и делаем, да? И правильно делаем. Это трудно, это больно, но извините хоть маленький вот такой вот подвиг мы можем сделать ради не только своей страны, здесь я согласен слева, это мировая проблема. Третий тезис. Вот когда мы дорастем до всеобщих забастовок, посмотрим, я две недели назад был в Кембридже, им прислали новые ценные указания в университет Кембридж. Там новые колледжи насчитывают 500 лет, а старые колледжи насчитывают 1000 лет. Говорят, у нас юный колледж, в 16 веке основан. Вот этот университет сейчас находится на всеобщей забастовке. Всеобщая забастовка преподавателей, потому что им не понравился новый циркуляр, который им прислали из высших организаций. Там тоже идет либерализация, коммерциализация и бюрократизация. Но если бы нам такой уровень либерализации, коммерциализации и бюрократизации, как у них, мы бы сказали, боже мой, к счастью, так возможно. Мы не доросли до всеобщей забастовки, даже до частичной забастовки или хотя бы итальянской забастовки работы по праву. Но хотя бы немножко делать дополнение мы можем. Вот преподавать политэкономию, включив ее в основной план занятий, невозможно. А читать факультатив можно. Правда, университета, благодаря Анатольеву Александровичу и некоторым другим героям, есть курс политической экономии, вот билает каждый раз. Но в остальных вузов не получается. Читайте факультатив. В стране больше ста марксистских кружков, которые студенты создали, бог, весь гриф. Это можно делать, это тяжело. Для этого надо отказаться от новой кофточки, лишней бутылки пива или еще чего-нибудь. Вот здесь сказали, в Мексику приглашаем, все улыбнулись. Ну кто же из нас поедет в Мексику? Коллеги, а поехать с семьей в Турцию и одному человеку поехать в Мексику, это одно и то же. В Мексике огромное количество людей, которые идут пешком и едут на автобус из других стран Латинской Америки. Я видел этих людей. В шлепанцах, в шортах, сумочкой, без горбушки и хлеб. Это другие. Мы просто не представляем себе, насколько можно что-то делать. И третий академический тест, и я буду заканчивать на этом, то, что образование создает, это не самое главное, наверное, но очень важно, главную производительную силу современного общества. Здесь Клейнер говорил об интеллекте. Сергей, профессор Бодрунов, говорил о знаниях. На самом деле, главная сила, это то, что интегрирует знания, интеллект и так далее. Это творческий потенциал человека и его реализация в творческой деятельности. Вот это главная производительная сила современного мира. И эту силу создаем мы. От воспитателей в ЕСЭАх до тех, кто учит пенсионеров. Через всю жизнь и желательно общедоступны. Поэтому наша сфера – это создание главной производительной силы, которая должна ориентироваться на решение задачи, формирование главной ценности. Вот Анатолий Александрович, чтобы приводил слайды. Человек – главная задача. Да? И вопреки тому, что от нас требуют. Ну, или хотя бы соблюдая правила игры внешней и делая что-то свое. За это еще никого не убивать. Это то, что мы будем учить доброму, вечному и достойному человеческой жизни. Вот это, наверное, все, что я хотел сказать за несколько минут. Спасибо вам огромное. Ну, а теперь несколько слов, уже подводя после итоги нашего Конгресса. У меня сейчас нет в руках готовой статистики. Но суть к тому, что на первой клинарке были полностью заполнены полтора зала, насчитывающие почти 300 человек. У нас где-то было порядка 500, наверное, или 400 с большим хвостиком. Аудитории секций были где-то переполнены, на нас ругали. Почему аудитории маленькие, почему не обеспечено то, почему не обеспечено пятое, десятое, почему не всем оплатили проезд и никому не оплатили бизнес-классом. Я уже шучу. Коллеги, значит, этот Конгресс делает Институт нового индустриального развития. Это общественная организация. Они определенные ресурсы для этого выделяют. Огромное им за это спасибо. Давайте похлопаем. Этот Конгресс делает Московский финансово-юридический университет. Его сотрудники работали много недель для того, чтобы мы вот здесь собрались, и никакой дополнительной платы за это не получили. Они отделывают свободно от основной работы в РИИ. Это не государственный вуз, но они делают это. Делают музей, делают команды КВН, спортзалы. Им даже выделяют бюджетные места. Они государственного вуза уникальный вариант. И принимают нас, и не первый, и не последний раз. Поэтому, я думаю, им тоже надо сказать огромное спасибо. Вперед. Вообще, конечно, на Конгрессе важную роль играют профессора, академики, директора институтов, заведующие кафедрами и некоторые другие замечательные лица. Но главную роль играют те, кто приезжает сюда со всех концов белого света, от Бразилии до Сибири, и включая все регионы нашей страны, от Мурманска до Симферополя. Поэтому, прежде всего, огромное спасибо всем, кто приехал сюда, всем москвичам, кто вопреки огромной занятости пришли на нашу встречу. Но самое главное спасибо все-таки тем, кто делает черновую работу для всего этого. Я вот всех своих товарищей почти записал, но если я кого-то потеряю, то я не виноват. Но, прежде всего, главный организатор наш Салават, который здесь все делал в МФЮА, он сотрудник МФЮА, он здесь ночевал, дневал и так далее. Вот ему и Светлане Барковой первые аплодисменты. Раз, отец. Ребята из команды ИНИР, которые тоже здесь дневали и ночевали, не только здесь. Тамара Степанова, вот она переводит до сих пор. Кстати, у меня, впрочем, можете поздравить, у нее грудной ребенок. К вопросу о подвигах. Оля Барашкова, у нее, правда, ребенок уже чуть-чуть побольше, но когда был грудным, она тоже самое делала. Давай сидим там. Оля Ремешонок, которая работала с КИГами и со всем остальным. Глеб Маслов, который здесь везде и всюду. Вот. Ну и, наверное, самые главные аплодисменты Наталье Геннадьевне Яковлевой, которая нам сейчас готовит. Это, на самом деле, ученый и преподаватель. Мне самому с этим приходится сталкиваться, когда мне говорят, вот, Александр Владимирович, мы хороший организатор, теперь давайте послушаем ученых, которые будут выступать. Значит, вот такое отношение, к сожалению, присутствует. И понять, что мы все организаторы, это очень важно. Поэтому заключительные слова будут своего рода призывом ко всем нам. Вот когда вы говорите, сайт плохой у Крона, придите и скажите, не сайт плохой, а давайте я помогу его сделать лучше. Вы говорите, вот чего-то не хватает в аудитории. Позвоните заранее, скажите, чем можем помочь, чтобы в аудитории стало лучше. Не хватает информации на сайте, а вы прислали информацию на сайт. Давайте сделаем, чтобы все отказались. Давайте. Давайте. Вы понимаете, делать Бузгалин, Яковлев и так далее не должны. Вот до тех пор, пока мы будем надеяться, что придет новый президент, или новый премьер-министр, или новый царь-государь, мы будем жить так, как живем, и еще хуже. В той мере, в какой мы в рамках конституции, законодательства и так далее, и даже норм Министерства образования и науки, будем заниматься конструктивной, созидательной работой и проявлять инициативу, в этой мере мы будем делать какие-то шаги вперед. Это очень трудно, больно, но нет и такой степени, как тем людям, которые создавали нашу страну на протяжении долгих столетий, последних десятилетий и так далее. Ну, наверное, самых последних трудностей. Каких-то прекрасных. Поэтому я поздравляю нас всех тем, что мы здесь собрались. Здесь сидят те, кто неравнодушен, те, кто уже делает, потому что иначе вы бы сюда не приехали. Но если у вас есть энтузиазм, то, знаете, у Хемингоя есть такие слова, не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Не спрашивай и не говори, что надо сделать кому-то. Расскажи, я сделаю это. Вот пойдемте на фуршеты, там каждый с бокалом вина скажет, что он хочет. Спасибо всем огромное. Спасибо.